Носовая бабахалка и прямо в пердачу его. Баба! Сажали между двух кораблей! Вот это багабум! Вот это было очень классно! Уай, братан, ты красавчик! Друзья, привет всем, с вами Диодан. Сегодня мы немножко поиграем в Battlefleet и Gothic Armada. На мой взгляд, это очень достойная игра о вселенной Warhammer 40.000. Во всяком случае, здесь отлично передана атмосфера этой вселенной. Но, к сожалению, игра сейчас испытывает довольно тяжелые времена. В нее практически никто не играет. Возможно, потому что сюжетец был довольно слабый. Возможно, тут баланс не завезли. Но, тем не менее, я покатал сегодня за орков против искусственного интеллекта. И могу вам сказать, что это очень и очень драйвово. Также, если сегодня у нас с вами доберется тысяча лайков, то будет вечером стримчанский по этой игре. В общем-то, почитал я несколько гайдиков, естественно, касаемо орков. Так как, когда я решил просто зайти в игру и попытаться, ну, с первого раза с бухты барахты залететь, ничем хорошим это у меня не закончилось. В общем, фишка орков заключается в том, что у них реально очень мощные корабли. Однако, как и положено, у орков практически нет никакой маневренности. Они, блин, пипец какие косые, друзья мои. Они просто невероятные мазилы, поэтому самый здесь лучший вариант сейчас это поставить вот эту мега-бабахалку. Собственно говоря, с этой мега-бабахалкой я проводил свои первые бои, и она показала себя просто с лучшей стороны. Есть, конечно же, варианты брать и, собственно говоря, ставить там, допустим, штурмовые катера, бомбардировщики. Но я тоже с такой тактикой поиграл, мне не особо понравилось, либо я как-то ими неправильно пользовался, но тем не менее. В общем-то, друзья мои, мы с вами еще берем себе вдобавок ко всему стазисную бомбу, поскольку у нас сейчас доступны вот только легкие крейсера. Однако, это, знаете, некий такой задел на будущее, когда у нас появится с вами уже настоящий тяжелый крейсер. Может быть, мы на него поставим новую пушку, может быть, мы на него поставим еще какие-нибудь интересные вещи. Но пока что мы с вами легкие крейсера свои забираем, и в качестве поддержки возьмем себе, ну, наверное, несколько канонерок свирепых. И первая битва у нас с вами произойдет против Империи Тао, против флотилии Тао, и это довольно жестко. Вообще, самые неприятные противники для меня, когда я играл за орков, это были Эльдары и Хаос, поскольку их хрен догонишь. Ну, просто, учитывая, какая у нас маневренность, учитывая, что Эльдары вообще мега хитрые твари такие, которые постоянно пытаются от тебя уехать, постоянно попытаются от тебя улететь. В общем-то, это, знаете, такие вечные догонялки, обгонялки. И довольно забавно на все это дело смотреть. Ну, Тао в этом плане, по-моему, по-моему, они от нас не будут удирать, но, тем не менее, довольно жесткие противники. Также первое время не знал, что тут, знаете, есть какие-то, ну, соответственно, небесные объекты, астероиды. И я такой на полной скорости, как взял, влетел в этот небесный объект, и я еще даже не понял, что такое произошло. Вообще, очень много аспектов я не понимал, когда вот свои первые катки эти делал. Ну, соответственно, давайте мы с вами также укажем, чтобы у нас именно по носовым атаковало. В общем-то, хорошо хоть игру перевели на русский язык, потому что раньше, когда она была на английском, ну, да, было довольно тяжело понять. Ну, игру раскритиковали многие за то, что типа сюжет скучный. Ну, ну, как тут еще можно сделать какой-то мега интересный сюжет, если ваша суть в основном это брать и сражаться. Однако здесь вот именно в схватках с искусственным интеллектом есть разнообразные миссии, там, в том числе защищать конвои, оборонять их или попытаться уничтожить там какой-то вражеский корабль очень-очень суровый. Что, если учитывать маневренность орков и скорость, это довольно, знаете, тяжелая, тяжелая миссия для нас становится. Ну, и сейчас мы с вами как поступаем? У нас есть мега-бабахалка, у нас есть мега-крутые тараны, то есть чем орки хороши, таранят они, что называется, на славу. Можно также поставить сюда сейчас тазис-бомбу, ну, чтобы как-то, знаете, взять их ненадолго замедлить, чтобы мы могли спокойненько подойти, прицелиться. Не знаю, будет ли Империя Тау идти на нас в лобешник, потому что парочку раз уже у нас происходило сражение в таком ключе. И, на мой взгляд, это вообще, ну, просто сумасшествие полнейшее, когда идти таранить орка, ну, это такое, знаете, очень странное действие. Ладно, мы с вами приближаемся, да, Империя Тау попала в стазис поля, и сейчас мы с вами уже вот наши страховочные корабли, аскортные, даем туда. Также мы с вами апаем себя на точность, и, в принципе, я думаю, можно уже отправиться на таран. Опа, тут еще внезапно у нас с вами мины обнаружились. В общем-то, мы с вами сразу два корабля отправляем на таран, также запускаем сюда заодно абордажную команду, и опа, опа, промахнулся я по первому кораблю, по второму накидываем мы с вами, однако первый корабль уже оказался уничтожен, добро. Второй абордаж, тем не менее, у нас прошел весьма неудачно, тем не менее, здесь мы с вами залетели хорошо, и продолжаем таранить, продолжаем давить. Там еще похоже, похоже, что у нас главный корабль Империи Тау подходит постепенно к нам. Мы же нашей мега бабахалкой просто даем всякое добро. Но можно попробовать его задержать в стазисполе, чтобы у нас появилось время для того, чтобы мы разобрались вот с этими эскортными корабликами, поэтому даем себе тут тоже бонусы на точность к стрельбе, поскольку орков, как я уже говорил, с этим очень-очень большие проблемы. Ну, большая красная кнопка моя пока что еще не перезарядилась. Тут пытаюсь, конечно, протаранить этот корабль. И сейчас вот здесь все, корабль уничтожен. В принципе, можно нам с вами попытаться перейти теперь уничтожать главный легкий крейсер Империи Тау. Вот он там, такой красавчик стоит, попавший в стазисполе. У меня как раз-таки перезарядилась моя большая красная кнопка, и он такой стоит прям... Ну, посмотрите, что он делает. Прям лицом к нему такой стоит. Поэтому мы с вами берем разгончик, и сейчас главное по нему попасть. Не знаю, получится или нет. Да, попадает наш корабль. Хорошо, протаранили мы с вами противника. Синенький там вообще, наверное, офигель от того, что творят орки. И сейчас к ним как раз-таки приближается еще второй мой легкий крейсер. Тоже он отправится на Тауран. Попытались, попыталась Империя Тау отправить нас на абордаж, и происходит Тауран, просто отбрасывает корабль Тау. По красоте. Мы же с вами разворачиваем наш второй, и еще вдобавок ко всему спускаем сюда мы с вами абордажную команду. Ну все, пошли мои бойзы. Ребятки, давайте вдобавок ко всему тут еще эскортные суда. Подходит абордаж, у нас закончился успешно. То есть противник уже по-любому не сможет покинуть поле боя, и мы с вами получим максимальное количество очков славы. Ну что, финальный абордаж. Я думаю, что корабль должен быть уничтожен. Так, и так, и так. Приближаемся. Потихонечку. И пошел штурм. Я думаю, что должно все получиться. Так, абордаж неудачи, абордаж успех. Ну что, добьем мы с вами корабль Тау. Почти, совсем немножечко осталось. Да, ребята, это победа. Ну в общем, первые-то бои здесь довольно легкие. Нам вообще повезло, что это Тау достался, а не какие-то там Эльдары безумные, или Хаоситы, за которыми придется гоняться. Поэтому в этом плане нам с вами очень и очень сильно повезло. Добро. Сейчас будем потихонечку брать, улучшать наши корабли. Получили мы с вами дополнительные очки славы. Всего у нас славы теперь 187. Ну, в общем-то, либо мы сейчас славу будем с вами тратить на улучшения для кораблей, либо подкопить на что-нибудь более важное. Из улучшений, которые нам доступны, это вот либо дополнительные турельки там себе поставить, либо тяжелые стрелялы, либо, как вариант, гречи на тушильщики, потому что огонь нам тут, знаете, постоянно-постоянно-постоянно мешает. Так, получивший тяжелый урон корабль все еще может использовать абордажные действия и абордажный ремонт. Первый постоянный критический урон игнорируется. Давайте мы с вами, наверное, на постоянный критический урон себе возьмем, потому что некоторые корабли противника очень любят использовать такие фишки, что у меня сразу тут критует вся моя системка. Хорошо, идем дальше. Следующий бой, 250 очков. Ну, как обычно, у нас тут с вами возьмемся, наверное, парочку свирепых коронерок. И против нас, друзья мои, будут воевать флотилия космодесанта. Да-да-да, ребятки, самые настоящие космодесантники со своими кораблями отправляются. Но они еще не подозревают, что бойзы, наши крутые орки бойзы, сейчас покажут им, как надо воевать. Блин, конечно, в чем не занимать игре, так это в ее красоте. Насколько она красочная, насколько она... Ну, как здесь передана атмосфера космоса, вот эти корабли. Блин, в этом плане, конечно, очень крутая. Странно, почему, почему ее забыли? Я вот этого не понимаю. Итак, три корабля космодесанта против нас выступают. Вот, соответственно, мы же с вами готовы меняем на носовое вооружение. Не знаю, может быть, я, конечно, что-то неправильно делаю, но по логике вещей у нас здоровые эти бабахи, они стреляют только с носа. Почему тогда указывается, что вот сторона атаки ближайшая, сторона атаки правая? Очень и очень мне это пока что непонятно. Ладно, флот космодесанта у нас разделен. В принципе, как мы с вами сделаем сейчас? Своими кораблями поддержки окажемся здесь. Соответственно, попробуем, наверное, застазить. Ну, хотя, в принципе, особого смысла не имеет. Я думаю, пока там эта флотилия к нам подойдет, то есть пока тот дальний корабль подойдет, я уже здесь, ну, хотя бы одного смогу уничтожить. Поэтому мы с вами сугубо направляемся против этой точки. Пошло-поехало. Добро, ребятки. Тем временем наши канонерки, можно даже, знаете, на всякой пожарной взять ускориться. Что-то они тут у нас немножечко остали. Нас, конечно же, уже определили, нас нашли, но чего нам скрываться? Нам, ребята, стесняться нечего, поэтому мы с вами идем в поиск покойника вообще без проблем. Стазить тоже, наверное, не будем. Я эти стази с бомбой взял как, знаете, такой задел на будущее, когда у нас появятся уже такие способности, там, плазменные бомбы, когда надо будет чисто типа задержать противника на определенный промежуток времени. Но сейчас вот все равно можно попробовать там накинуть. И здесь, ну, там, в принципе, особого смысла-то и нет. В общем, восстановим мы с вами здесь врага. Хорошо, добро. Наши корабли поддержки выходят на его перехват. И, кстати, паренек там попытался пройти, к слову, весьма серьезный молодой человек. Мы с вами даем себе бафы на точность, опять-таки, и идем в атаку. Тоже здесь мы с вами бафаемся потихонечку. Ну, сейчас тазис поля у нас закончится. Так это корабль вообще маленький такой. Масенький-масенький. Ну, хорошо. В общем-то, снимаем мы с вами ему щиты. Далее здесь пока что на абордаж не могу пройти. Не использую я свою большую красную кнопку. Добро. И там сзади у нас еще один корабль. Я ему сейчас сюрприз такой оставлю. Небольшой. Пока что мы с вами сейчас будем разбираться с вот этими товарищами. Пробойну в корпусе он получил. Влепили мы с вами ему удар молнии, вдобавок ко всему. И вот космодесантики пытаются, конечно же, что-то как-то сманеврировать, что-то как-то проделать. И, собственно говоря, второй корабль противника попадает у нас в стазис поля. Теперь, после того, как я разобрался с эскортными кораблями, я могу спокойно заняться вот именно основной, основным боевым кораблем-космодесантом. Соответственно, мы с вами сюда потихонечку приближаемся. Можно даже попробовать, я думаю, взять его на таран. Это было бы идеально. Конечно же, космодесант это, знаете, как полный антипод оркам в плане организации, в плане действия. Они тоже идут на таран, попытались, захотели. Ну и что? Происходит у нас таран. Просто разворачиваем корабль космодесанта. Хорошо, а сейчас у нас с вами произойдет еще один таран. Ну давай. Ай, шайтан промахнулся. Ребятки, промахнулся наш второй корабль. Ну что поделать. Всякое бывает в этой жизни. Ладно, тем временем эскорты начинают тоже снимать потихонечку щиты. Космодесантик тут мансует Акибок. Что-то пытается сделать, но особого успеха он, похоже, не добьется. Возможно, хочет сейчас разобраться с нашими эскортами. Но пусть, пусть, тратит, тратит. Главное, чтобы эта тварь от нас не улетела. Главное, чтобы она не ушла. Поэтому надо будет по-любому сейчас попытаться до нее допрыгнуть, доехать, долететь. Все что угодно сделать, чтобы от нас космодесантники не утопали. Снимаем ему посредственно уже броню-прошивку, ягодку-горелку и... Па-па-па-па-па-па. Надеюсь, он не варп хочет у нас уйти. Давайте-ка мы с вами ему удар молнии. И сейчас у нас как раз-таки перезарядится наша большая красная кнопка. Совсем немного осталось. Заодно мы с вами еще сможем сделать себе абордаж. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Конечно, маневрирует. Посмотрите, посмотрите, как хорошо маневрирует у нас космодесантик. Я даже не могу успеть за ним, но... Тем не менее, давай, братан, на таран пошел. И... Отлично, таранил. Хо-хо-хо, посмотрите, просто сносит. И сразу абордажную команду пошел, все. Сейчас должен произойти просто взрыв на корабле космодесанта. Ну, чуть-чуть осталось. Блин, неудачный абордаж у нас прошел. Но все равно, ребятки, постепенно, постепенно, шаг за шагом мы с вами распиливаем этот корабль. Не уйдет, шатан, не уйдет. Далее, второй наш корабль еще. Еще раз опять-таки отправляется с большой красной кнопкой. Бафаем мы с вами его на точность. Ну и пролетает он мимо, конечно же. Тем не менее, снова снимаются щиты. Слушайте, вот живучая скотина, а. Легкий крейсер, блин, авангард. Модификация третья. Сколько можно урожить, братан? Ты либо в артвале, либо вообще, я не знаю, что с тобой делать. Поберет бы жизни космодесантника. В генной семе там достанется урк. Да что? Наши бойзы все как надо сделать. Ну все, ребятки. Не успел космодесантник схвалить в нас варп. И это победа. Шикарно. В общем-то, никого мы с вами пока что не потеряли. Нам очень сильно повезло. Но, возможно, в дальнейшем будут у нас еще и еще сложнее битвы. Поэтому посмотрим. Отлично. Получено славы 130. Итого славы у нас с вами 417. Хорошо. Шикарно. Нас ждет с вами следующий бой. И сейчас мы с вами, суть по всему, получим себе, да, новый крейсер. Открываем мы с вами крейсер. Ставим ему по стандарту мега бабаху, наверное. И насываем мега гром бабаха. Пробивание брони учитывается только 25%. Это оружие всегда попадает в цель. Опа. Урон 16, правда. Дальность 12 тысяч. Критическое попадание может вызвать временный или постоянный критический урон. Ну такое, друзья мои. Куча здоровенных бабах. Давайте, наверное, себе на кучу здоровенных бабах сделаем. И способности, друзья мои. Можно, конечно, потратить тут на способности. Однако я хочу вот поднакопить очки славы для того, чтобы мы с вами смогли, собственно говоря, поставить себе кланы. Клан кровавых топоров или клан злых солнц, который нам добавит магнит бабахалку. Поэтому мы с вами переходим к следующему бою. Посмотрим, с кем будем воевать. Такс. Давай, родимый. Такс. Эльдары, корсары. Опа. Прорыв, друзья мои. Эльдары, корсары. Берем мы с вами себе три корабля. Это уже будет, на мой взгляд, поинтереснее. Ну, хорошо. У нас, в принципе, с вами три корабля с достойными носовыми бабахалками. Вот как раз-таки против Эльдар нам нужен тот самый клан для того, чтобы защищать платформы и отбить атаку врага. Нифига себе. Как раз-таки для того, чтобы, собственно говоря, задерживать Эльдар нам необходим этот клан. Потому что эти черти будут постоянно от нас удирать. Такс, добро, ребятки. Нам необходимо оборонять платформы. Давайте 200 по два корабля оставим. Такс, хорошо. Вон там у нас Эльдары с вами остаются. В принципе, застазить их вообще не беда, на мой взгляд, будет. Защищать платформы два из двух. То есть, даже если Эльдары сейчас сюда, как вариант, подойдут, мы с вами просто возьмем и... И-и-и-и все. И до свидуля. Сделаем все по красоте. Добро. Ждем мы с вами подхода двух Эльдарских кораблей. Также наши кораблики здесь пока что настают на носовую атаку. Сейчас мы с вами тут все как надо сделаем. Третий корабль тоже тут неподалеку у нас оказывается. Главное, чтобы не было еще никаких атакующих там единиц. Внезапно появится где-нибудь сзади. И будет вообще просто супер. Такс, Эльдары вообще, как вы видите, весьма быстроходные. Опа. Опа-опа-па. Вот это поворот, ребята. Тихо-тихо-тихо. Внезапно там еще корабли Эльдар появляются. Вот это поворот. Такс, хорошо, мы с вами ставим себе точность. Такс-такс-такс, стазисные бомбы, вдобавок ко всему, ставим вокруг... Вокруг наших башен, для того, чтобы держать оборону. Далее, сейчас, возможно, попробуем сюда. Отлично, первый корабль Эльдар уничтожен. Но это было, блин, черт подери, очень необычно. Крейсер-тень здесь вообще находится. Бафаемся мы с вами на точность. Крейсер-тень. Турель уничтожили мы, конечно же. Но вот сами мы с вами попали в стазис поля. Отводим сюда, потому что... Крейсер-тень тут может нам много чего понаделать. Такс, ну что? Удар молнии, к сожалению, неудача. Остается один на один до грот брека к рейсеру Бойны против двух кораблей эскортных. Такс, и Эльдар уже непосредственно начинает потихонечку бороться против нашей этой самой платформы. Поэтому мы с вами отправляем наш РСК туда на подстраховочку. Посмотрите, какое ускорение у Эльдара вообще жесткое. Только тихо-тихо, брат, платформу... Ай, шайтан, в платформу попал! Блин, тупанул я, конечно же, знатно. Ладно, абордаж мы с вами успешно провели. Хорошо. Там противник все равно пытается что-то против нас наделать. Даем мы с вами еще один абордаж. Хорошо, пожар уже есть на борту у Эльдар. Наши ускорения прошли. Пробойна в корпусе. И что? И что, и что, и что? Захотел он сюда перейти? Отлично. Мы с вами выбили еще один корабль снабжения. Эльдар и черти же ведь попытаются смыться. По-любому, ребята. Тем не менее, две платформы у нас еще есть. И сейчас самый главный сюрприз для Эльдара это... Это, это, это наша... Это наша красная кнопка. Пошла атака. Сейчас, я думаю, Эльдары должны прорвать... Ай, посмотрите, как в последнюю секунду он довернул корабль. Блин, как они мансуют эти Эльдары. Как они мансуют. Вы посмотрите, что творят. Блин, вот черти. Но практически мы с вами уничтожили корабль. Осталось только буквально парочку бабахалок. Ну. Ребятки, еще парочку залпов. Все? Уничтожили? Отлично. Но это было изичи, конечно же. Это было достойно, на мой взгляд. Просто без проблем мы с вами раскатали Эльдара. Фух. Как мансуют, мансуют. Что-то там делают вообще. Что-то там стараются. Но в конечном счете не спасло это их от орков. Добро. 173 славы. Итого, блин, 390 очков славы. Нам с вами буквально вот тютельку не хватило. Буквально тютельку. Ну ладно, сейчас еще раз попробуем. Так, у нас с вами тем временем экипаж. Так, с вами должны ускорить восстановление наших способностей. Так, далее здесь за суточку нам с вами потратится все это добро. Поэтому я тратить не буду. Блин, ну 390. Ну, йог, макарек. Ну как так? Вот буквально чуть-чуть нас с вами не хватило. Просто очень уж мне охота получить этот клан. Ладно, идем дальше. Пока что ограничиваться будем своими носовыми бабахалками. Иного выбора у нас пока что нет. Так, опа, флот хаоса. Тоже интересные товарищи. По сути, те же эльдары, только яйца в профиль. В плане того, что попытаются они от нас удрать. Ну хорошо, мы с вами снова вводим в бой свои корабли. И посмотрим. Что за миссия перед нами? Так, уничтожить транспортники необходимо. О, друзья мои. Друзья мои, друзья мои. Это очень печальная история, потому что... Как мы будем догонять эти транспортники? Такс, ну ладно. Противник у нас где вообще располагается? Здесь, судя по всему, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А давайте авторостановку возьмем. Как вариант готов. И транспортники у нас, получается, оттуда они пойдут, да? Так, с целью они разделили. Уничтожить транспортников необходимо как минимум две штучки. Давайте за одним мы с вами вон туда перейдем. Сразу же. А здесь наши бойцы... Ну, у нас же есть стазис поля, друзья мои. У нас же есть стазис поля, которое мне должно прям шикарно помочь. Возможно, даже не стоит там гнаться вот за тем транспортником. Стоит как вариант попробовать вот чисто сконцентрироваться на этих братанках своих. Тем более, что они тут идут, видите, чуть ли не подряд. Добро. Тогда мы с вами сейчас попытаемся их застазить. Возможно, просто там даже на таран отправимся. 15 секунд у нас с вами будет для того, чтобы провернуть этот план капкан. Но пока что не приближаемся. Нам с вами дальность не хватает. Опа! А противник, по-моему, сам хочет использовать против нас стазис поля. То есть хаситы думают, что они такие прям самые хитро знаете какие. Либо нет, это они просто нам отправили бомбу для того, чтобы снять наши щиты. Но ничего, 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 ребятки. Ничего, ничего. Сейчас мы, ребята, все сделаем как надо. Добро. Приближается к нам крейсер огромнейший просто-напросто. Блин, ну пушка там дальность всего 3000. Конечно же, это нам не хватит. Но мы с вами остановили корабли. Как раз таки отправимся для них на перехват. Штурмовать я не буду. Входит наш корабль поближе. И отправляемся мы с вами непосредственно сюда. Да, в принципе, плевать на все это добро. Нам самое главное это разобраться с вражескими транспортниками. Поэтому мы с вами бросаем сюда еще одну стазис поля. Чтобы как можно дольше с ними побывать в таком, знаете, тесном, добрым контакте. Также мы с вами даем бонусы себе. Отлично, проводим абордаж. Абордаж провел или нет? Сейчас стазис поля. Блин, шайтан, главное, чтобы ты не ушел. Все, есть стазис поля. Получил пробоину он в корпусе. Добро, ребятки. И мы с вами отправляемся на перехват здесь. И, к сожалению, видите, у меня нет там перезарядки. Пробоину в корпусе. Главное вот эту тварь не отпустить. Поскольку она от нас сейчас может удрать. Отлично, один транспорт, который мы с вами сняли. Добро. Разворачиваемся. Турель к нам там уничтожили. Эээ, такс, такс, такс. Ну, попробуем молнии жахнуть. Но, к сожалению, неудача. Братанки, нельзя дать Хаосу уйти. Нельзя дать Хаоситам уйти. Сейчас мы с вами даже догнать их не можем толком. Но я не знаю, остановил я его или нет. В общем-то, тут немного нам с вами осталось. Останавливает он свой корпус. Отлично, друзья мои. Мы с вами можем снова использовать нашу большую красную кнопку. На втором корабле она практически перезарядилась. Да, конечно, мы с вами тут несем серьезные потери. Но вот второй корабль со своей носовой бабахалкой уже здесь, уже рядышком. Плюс мой флагман, мой крейсер тоже рядом. Залп получится ему дать? Ну, практически догнал. Давай, родимый. Давай, родимый. Один залп надо просто дать, и эта тварь будет уничтожена. Еще раз мы с вами подходим. Ну что? Цель, сняли щиты. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ребятки, орки. Давайте, надо дострелять ее. Чуть-чуть осталось. Блин, вот буквально писюльки не хватает. Ну, ребята, орки. Ну, ядрек-макарек, ну что ж с вами такое? Как же вы так промахиваетесь-то? У вас же есть носовые эти бабахалки, мега-мега-крутые просто. К сожалению, стазис поля мы с вами, естественно, использовать не можем. Но неужели уйдет, тварь, эта? Неужели уйдет? Один залп просто тяжелый урон получил. Хорошо, есть пробоины. Снижается у него хп. Похоже, что мы с вами победили. Да, ребята, уничтожили два транспортника. Шикарно, победа. Но это было достойно. Это было очень достойно, на мой взгляд. И, наконец-таки, мы с вами сейчас можем получить себе клан. Заказать его на корабль. У нас появится самый настоящий крутой клан бойцов. И мы с вами снова отправимся в бой. Посмотрим, как он себя проявит. Собственно говоря, в боевых порядках. Так, с добро получено славы. 136. 400... О, 526 славы у нас с вами суммарно есть. То есть, помимо этого, можно себе еще какую-нибудь фигню добавить. Добро. Хорошо. И теперь мы с вами берем себе клан Злых Солнц. Добавляем его за 400 единиц. Улучшения, какие бы нам с вами сделать. Давайте, наверное, стрелял себе возьмем. Итого у нас с вами слава 26. Переходим к следующей битве. Хорошо. Посмотрим, с кем будем воевать. Хоть бы космодесант. Вот опять я хочу. А, Империя Тао у нас. Ну ладно. Империя Тао это тоже, в принципе, годнота. Схватка крейсеров у нас с вами пойдет. Ну, теперь у меня еще, добавка, всему есть клан этих Солнц. Я, правда, вот этим магнитом пока что ни разу не пользовался. Можно сказать, впервые на стриме... Блин, на стриме в серии это у нас произойдет. И мы с вами сможем поглядеть. Уже аж заговариваться начинаю. Так, с добро, ребятки. Ставим автор остановку. Но как-то мне эта автор остановка, знаете, не особо нравится. Давайте их всех сюда поближе. Все-таки урки должны вместе действовать. Как братцы, братанки. Хорошо, смотрим, что впереди у нас тут есть всякого разного орудо. Интересная штука. Направляет целевой... Перемещается целевой корабль в указанном направлении. Но это мы с вами только с противником можем сделать. Хорошо. У нас с вами есть мега бабаха. У нас с вами есть магнит бабаха. Так, с перезарядкой 60 секунд. Вот сектор поражения. Ставим мы с вами, чтобы стреляли носиками своими замечательными. Ну и давайте, Тау, подходите к нам. Кораблей для уничтожения 4. Где-то там корабль. То ли он скрывается. Возможно, он там в газовом облаке сейчас от нас находится. Где-то там прячется. Еще бы неплохо было взять себе улучшение на быструю перезарядку именно двигателей. Это очень полезная штукенция. Ну, сейчас посмотрим. Хотя бы Тау можно к себе, знаете, взять и притянуть. Шанс нанести критический урон возрастает на 100%. Точность корабля тоже повышается. В общем, сконцентрированный огонь мы с вами будем сегодня вести. Так, ну там вообще парень отчаянно идет. Прям, прям очень и очень хочет он вступить с нами в бой в ближний. Я ему предоставлю такую возможность, как и положено. Хорошо, ребятки, идем дальше. До груд брека, крейсер убойный. У нас тут есть с вами куча здоровых бабах, носовые стрелялые. Все как положено. Настоящему нормальному пацану орку. Так, а дотянуться до него тоже. У нас тут есть с вами определенный радиус. Но можно просто его к себе притягивать спокойненько. Если там кто-то пытается от нас удрать, без проблем взял, подтянул его и все-все-все. Так, хорошо, даем мы с вами это добро. Стазис-бомба. Ну, в принципе, можно ее сюда поставить, чтобы задержать там эти два корабля. Плюс они через астероидные поля протопают все-таки. Мы с вами входим в это газовое облако, потому что противник там спрятался. Ну и стазис-бомбы. Что-то там не ясно, как таусит у нас делают. Хорошо, подходим мы с вами сюда потихонечку. Так, я могу его видеть? Нет, пока что, видите, не обнаружил. Повышаем себе точность, определяется корабль. Вот он, братишка. Но это эскортный корабль. Я думаю, что он там ни особых проблем не доставит. Поэтому мы с вами сейчас побыстренько его просто уничтожим несколькими штуками. Даже можно, в принципе, попробовать удар молнии. Ну, сейчас носовая бабаха по нему отработает. Я думаю, это до свидули сразу же будут. Так, стау там к нам еще гостей отправляет. Поэтому мы с вами сюда добавляем дополнительное стазис поля. Опа, снимаются щиты у нашего большого корабля. Плюс там еще торпеды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пролетели, конечно, неприятно было. Ну и здесь наши орки. Ну что, до сих пор не смогли с ним разобраться? Это же вообще канонерка, ребят. Ну что за позор? Орки, не позорьте меня. Ебогу, братанки. Как вы так можете? Абордаж еще вдобавок ко всему и неудачно прошел. Ну что ж ты будешь делать, шайтан такой? Что ж ты будешь делать? Ладно, ребята, встаем дальше. Империя Тау пока что у нас там в стазис поле. Направляет постоянно ко мне всякое говно. Слушайте, я до сих пор не умудрился снять его. Все это дело очень-очень странно. Ладно, апаемся мы с вами на точность. Вот, иди сюда, родимый. Опа. А я вот... Это что было-то, ребята? Я его как-то оттолкнул. Нифига себе. Вы видели, как я его оттолкнул? Вот это поворот. Это было очень-очень классно, конечно же. Ну все, с кораблем с канонеркой разобрались. Я просто даже не понял, как там толком-то это использовать. Ладно, идем мы с вами на столкновение с кораблями Тау. Вот они, родименькие. Засветились уже. Ну что, мой братишка топает вообще. Прям очень и очень жестко. Турель ему уничтожили. Давай, родимый, проходи. Сейчас будет просто главный биг-бокс Таран. Ну, главное, чтобы он не промахнулся. Итак, наступаем. По-моему, я сейчас ему прямо в крыло попаду. Отлично, доворачиваем. Турель уничтожена, правда, казалось. А кинуть абордажную команду, да, успел. Красавчик. И сейчас у нас еще третий корабль. И здесь окажется абордаж неудачи. Блин, там, конечно, пробоины в корпусе у нас пошли. Быстро-ка ремонтируем. И нам надо отсюда, надо отсюда нам с вами свалить как можно быстрее. Потому что астероидное поле тоже наносит урон. Отлично. Минус корабль. Все остается у Империи Тау всего один единственный этот крейсер линейный. Ну что, ребятки. Точнее, легкий крейсер. Все. По сути, его судьба предрешена. Отправляемся мы с вами на штурм. Отправляемся на Таран. Дает наша боносовая бабахалка. И прямо впердачила ему. Баба. Сажали между двух кораблей. Вот это багабум. Вот это было очень классно, друзья мои. Империя Таула соснула тунца. С вами был Диодант. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока.